Здравствуйте! В библейском портале Экзегет мы продолжаем беседы о книгах Веткого Совета в их отношении к опыту Новосоветной Церкви. Это в целом один опыт, опыт общения людей с Богом, опыт возвращения людей к Богу и поиски Бога, потерянного человека. Мы можем вспомнить литургическую молитву, евхаристическую молитву священника во время главного таинства Церкви, в которой обращение к Богу учитывает как творение, так и конечную цель, уже эскатологический опыт вхождения человека в жизнь Творца. Это во время Евхаристии священник произносит. То есть от самого момента творения человека через его грехопадение и возвращение к Богу о его вхождении в Царство Небесное. Вот о чём напоминают эти краткие слова евхаристической молитвы. Так они являются таким напоминанием обо всём опыте Завета, который Господь заключил с человеком. Так вот, может быть, о Завете сегодня мы и потолкуем. Завет, то есть договор, возможен только между двумя свободно готовыми к этому договору. С рабом, который не имеет своей воли, совершенно несвободным, договора быть не может, он просто подчинён, как подчиняется рабочая скотина. Человеком же у Бога Завет. И вот первый Завет, как вы помните, это в книге «Бытия» во второй главе произносится так. «Исповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь». Итак, некий Завет, запрет, в котором есть условия и объяснение смысла этому условию. Человеку предлагается трапеза. И это тоже существеннейший момент в опыте человеческого пребывания перед Богом, образ пира, трапезы. Но она, трапеза, предложенная человеку в его сотворении, ограничивается неким условием. Условие жизни – послушание Богу. И сама по себе пища является причиной жизни человека. Послушание Богу является непохотимым условием для этого. Мы знаем, что грехопадение разрушило этот договор. Человек стал смертным. Но послушанием же человека возвращается Завет его с Богом. Вот что мы читаем в 15 главе книги Бытия, когда начинается история Авраама. «В тот день заключил Господь Завет с Авраамом, сказав, потомство твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». Этот Завет основан был на том, что Авраам послушал Богу. Послушал Авраам Бога, и это вменилось ему в праведность. Вот главное условие возвращения человека в общение с Богом – послушание. Это меняется ему в праведность. И далее Завет обетования того, чего человек ожидать сам по опыту жизни своей, по условиям своим, никак не мог. Авраам был уже стар, чтобы быть предком множества потомков, а Накаймета заповедовал ему Господь. И надо заметить, что вслед за этим Авраам приносит жертву, потому что он в знак того, что Бог с ним говорит, заключает Завет, когда взошло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь Завет с Авраамом. То есть жертвоприношение, которое совершил Авраам, знак того, что на этом месте он слышал Бога, это жертвоприношение было принято Богом, и в ответ на это – Завет. Жертвоприношение – это самое обычное и необходимое условие жизни, какое для себя поставили народы в самой глубокой древности. Язычники своим богам, демонам постоянно приносили жертвы. Это было условием их бытования на земле, их более или менее благополучного существования, некоторых побед или просто существования. Но иное дело, жертвы, которые приносили Богу истинному люди избранного народа, начиная от Авраама, это были жертвы, которые возвращают людей к общению с Богом. Общение или просто зависимость – это разные вещи. Мы читаем о следующем эпизоде встречи Авраама с Богом в 17 главе книги «Бытия». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я – Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и я поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним, сказал, «Я – вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будешь имя Авраам». Авраам – значит отец множества. Заметьте, как сказано, «Я – вот завет мой с тобою». В другом месте говорится, «Мною клянусь». Бог на своем имени, самим собою утверждает крепость завета. Бог абсолютно верен. Как существенно, Бог перед человеком удостоверяет свою абсолютную, тверже всяких оснований надежность завета, самим собою клянется. «Я – вот завет мой». Завет скрепляется жертвой, которую Авраам готов принести, и эта жертва, о которой мы читаем в 22 главе книги Бытия, о которой вы хорошо помните, «Жертвоприношение Исаака» является последней, окончательной гарантией верности Бога своему совету. Вот как мы читаем в 22 главе книги Бытия. И сказал Бог, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дела и не пошалил сына твоего, единственного твоего для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю семя твоя, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Существенно, что это многочадие, так сказать, в будущих потомках, которые обещает Господь Аврааму, это не просто радость омнослим потомков, это не некое торжество, которое обеспечено самому Аврааму, персонально ему. Это указание на дальнейшее продолжение жизни народа, на некий путь, который приведет народ к жизни в общении с самим Господом. То есть с самого начала человеку указывается история его жизни как путь в будущее. Завет, который люди, конечно, не могли в такой верности содержать, как его герои веры, как Авраам, был не однажды нарушен народом, но верен Бог и восстанавливает свой завет через пророка своего, тоже послушного Богу, Моисея. Вот как это описывается в книге Исход. Когда Моисей выводит народ из Египта, он закалывает Агнца и дальше. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и продумим о вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в самый праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Вот это некое установление, завет, который Бог заключает с Богом, с народом, при исходе народа из Египта в знак освобождения из рабства. Это кровь жертвенного животного, которая отмечает дома народа Божьего, и он не минует гибели, какая назначена для врагов народа, для египтен. В книге «Исход» в 20 главе мы читаем следующее. «Я, Господь, Бог твой, который вывел от тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и что в воде ниже земли не поклоняйся им, не служи им. Я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Совет, который Господь дает через Моисея в Декалоге, то есть в десяти заповедях или в десяти речениях Бога, предупреждает человека не творить кумиров. Что это значит? Это значит, что изображение, в котором как бы зафиксировано присутствие Бога не должно никогда для человека быть предметом поклонения, потому что в нем, в этом изображении, в материале каком-то, как бы зафиксировано и остановлено присутствие Бога перед человеком. От него можно отвлечь, ему можно отставить в сторону. в самом же деле Бог живой не может быть как бы зафиксирован в своем присутствии или отстранен от своего присутствия перед человеком. Он всегда, имея человека во внимании своем, это можете вспомнить восьмой псалом. что есть человек, что ты помнишь его, и сыны человеческие, что ты посещаешь его. То есть, Давид восхищается этим вниманием Бога к человеку постоянным. Или, немножко с другим, совсем с другим оттенком смысла, говорит об этом Иов. он сокрушается от постоянного напряженного внимания Бога к человеку. Ты не даешь мне сглотнуть слюну, ты все время видишь меня, так говорит Иов, Богу, который как бы испытывается до предела своих возможностей, испытывается верность Иова. Так или иначе, не кумир, а Бог живой общается с человеком в народе избранном. И это общение происходит через слово. Вот интересно, как в этой традиции иудейской почитание слова Божьего, хранение завета в слове сохраняется всегда. Вот знаете, есть в Праге так называемая староновая синагога. вокруг нее кладбище иудейское, старинное, средневековое. Туда придешь и не увидишь того, что нам обыкновенно можно, что мы можем заверить на кладбище какие-то памятники, какие-то сооружения. Если какие-то древние могилы, то вообще могут быть пирамиды или целые какие-нибудь храмы или небольшие часовни, или так или иначе какое-то, что-то нагорожено такое, чтобы удостоверить, какое-то утвердить тут общение человека с его богами. А вот там мы видим множество плит, которые почти вросли в землю, одна другую теснит, старое кладбище очень. И эти сами по себе плиты ничего не значат. Она просто место, на котором начертан плотно, тесно начертан текст, слово. Вот это очень как-то убеждает, что это духовная культура срушили иного рода, не кумиры, но слово божье, которое живо. И вот народ в отношении Бога все время находится во внимании к слову «слушай, Израиль». Шема, Израиль. Такое выражение, которое все время на слуху у израилитян. Это напоминает нам наше богослужение, когда мы восклицаем во время богослужения «премудрость, прости», то есть внимания, слушаем. запрет на изображение Бога означает, что не здесь и сейчас мы можем войти в прямое общение с Богом. Этот запрет расчищает место как бы для предстоящего народу Боговоплощения. Евангелие от Иоанна начинается с того, что удостоверяется истинной святхозаветного запрета невозможности видеть Бога лицом к лицу. Бога не видел никто никогда, говорит Иоанн. И дальше добавляет, ведь народный сын, сущий в недре отчим, он явил. То есть Бог является, но не в виде кумира, изделия, какого-то материального изображения, а является живым образом, живой Бог является в образе живого человека, Христа Иисуса. И тут начинается совершенное сближение человека с Богом. В других книгах Ветхого Совета, в их связи с новозаветным опытом и литургическим опытом церкви, поговорим в следующем беседе. До новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров